Снефть, двадцать лет в бежене. Так, эфа гаден от души крыты мышей. Спазмолгон, на помощь придёт спазмолгон майного действия. Спазмолгон помогает им париться от боли и устранить спазм. Спазмолгон, спазмолгон прогонит он. Совершенные кофейные кристаллы мы получаем из специально обжаренной арабики, потому что знают по себе. Отличный кофе, отличный день. Кофе, жангей, триумф. Сегодня выходит в прокат вторая часть приключений великого пакостника Грюма. Семь гадский мятбар. Он покорял зрителей больших и маленьких своим французским акцентом, доброй душой и отличным чувством юмора. Как только прошла мировая предера первой части, зрители сразу же стали ждать вторую. И... дождались. Хотя супер-гладей ушел в отставку и превратился в добропорядочного семенина, лишь Грюм не стало улыбной и скучной. У бывшего платежа появились непредвиденные проблемы, отчего сказка обрела поистине и почти размахом. Показмолгон, не хочу шлить? Есть все как! И у славы в деле! Обезвредить колонного высточку, который видит на его местах имена линия, найти посещение секретной лаборатории, устроить наступательное погоня на подводной лодке. Основные приключения Грю явно веют духом бундианы. Бороться со зломом будет не хуже агента 007. Узкая подчима, помрачительные гаджеты. Миниатюрный агуменот, браслет, стреляющий с малой, сунхудротоплан и многое другое. Мы поменяли концепцию. Газки Я-2 это шпионская история с мощной любительной линией. Вы же понимаете, какой супергерой без романа? Грю влюбляется. Обонятельный шпион практически стал анимационным бойником популярного конца Чиватарова, который однозначно у героя не только голос, но и нинку. Кудесники так в студии визуальных эффектов фиксировали нюансы архивы игры, а после перенесли гримации жеста на концентрного персонажа. Мне нравится, что он остался таким же, каким и был. Лукой. Конечно, он не желатой, но он хороший парень. Еще бы Грю перенял мои гримации. Многие говорят, что я просто копия. Кстати, праздатели фильма добавили в шпионскую историю курьезные эпизоды из жизни. Например, сцену празднования с ней о растении дочери Грю, где экс-глодей появляется в кольщине принцессы. Придумал фитр-но, и висок признался, что переживал подобное. Несмотря на свою занимательность, сюжет это не главный кодрик картины. Гадский яд-ва привлекает особыми персонажами, пилюли подобными милонами. Если ранее их проделки вызывали улыбки, то теперь они смешат до упаду. Еще и потому, что общаются чудаки на особым царабарском языке. Мы долго подбирали актеров, которые могли бы озвучить миньонов. И продюсер попросил меня сделать резиновую запись для тех, кто приходил озвучивать. И как ни странно, всем она понравилась. Я стал разрабатывать язык миньонов. Взял слова из английского, индийского, французского и спанского языков, перемешал их как только мог. В итоге получились очень забавные словечки. Фильм еще раз напомнит зрителя о том, что никогда не поздно встать на путь исправления. Гадский яд-ва приумножил в свою душевность и обаяние. Это один из тех летских случаев, когда продолжение во многом превосходит оригинал. Высота, ее стихия. Мировая рекордсменка порадовала в Среди Леонар Денту. Я кулыкнал, в Среди. Какие еще высоты готовы взять чемпионка, красавица Елена Сенбаева. Узнаем на пиар самой. Сразу посмотрим. Среди Леонар Денту. Среди Леонар-класса